Здравствуйте, дорогие подписчики моего канала. Я с вами Марина. Сегодня я хочу высадить в горшки землянику ремонтантную Александрия. Она пригодна для домашнего выращивания в горшках. Но горшки надо брать от 3 литров, не маленькие. Если вы будете сажать саженцы 1 или 2, то обязательно больше. Видите, какие пришли мне? Александрия 4. И это я заказывала на Валбересе. Сейчас я вот сюда вот так покажу. На Валбересе заказывала. Главное, что все там некоторые жалуются, что листочки есть желтые. Самое главное, чтобы цел был, сердцевина цела была. Вот это самое главное. А листочки по-любому вы их будете обрезать, когда они примутся уже. А сейчас мы обрежем вот эти вот листочки. Да, и еще вот 3-4 штучки должны быть. Сейчас я вот еще отсюда. Корни хорошие, не нарушены, все отлично. Дошли очень быстро. Прям вот 3 дня дошли очень быстро. Такие вот. Сейчас я их сполосну. Здесь макушечки все промоем, сполоснем. И будем сажать. Хорошо, теперь можно не только семенами заказывать, но и саженцами. Это очень, вот видите, не нарушены сердцевины все. Видно, выращивается в маленьких горшочках. Емкостях специальные, одноразовые такие. Видите, специальные разводят. И нормальная цена, хочу сказать. Итак, сейчас я сполосну все это, промою и вам покажу. Итак, я промыла вот эти все листочки. Сейчас я обрезаю. Они нам с вами не нужны, потому что они больные. Главное, чтобы осталась сердцевина. Это самое главное для нас. Два осталось. Супер, классно. Так, здесь мы вот так обрезаем ножничками садовыми. Так, здесь все тоже супер классно. Ну-ка, вот это сейчас посмотрим. Да, вот эти вот. Все-таки шли они долго. Три дня или четыре. Четыре, да. Я одиннадцатого заказывала. Так, или десятого. Нет, мне кажется. Да я не помню, надо посмотреть. Тогда напишу, что какого числа я заказывала. Мне кажется, было это девятого числа, наверное. Так, все больные мы удаляем, потому что они нам с вами не нужны. Совершенно. Все болячки вот эти вот. Вот видите, вот эти они нам нужны. Нам главное сердцевина. Цела все. Все. Это самое главное. Так. Вот это там еще болячечку. Болюшечку. Я приготовила две емкости. Два горшка на пять литров. И буду высаживать вот по два штучки. Грунт я специально сделала такой, чтобы он был дышащий. Там у меня доломитовая мука, раскислитель почвы. Потому что... Сейчас покажу. Керамзит. Керамзит здесь положила, переложила вот такими салфетками дышащими. Почему я доломитовую муку, раскислитель сказала. Потому что керамзит дает окисление почвы. Поэтому я добавила туда доломитовую муку. Агроперлит добавила я. Дальше был добавлен мне диатомид. Туда, в эту почву я сейчас покажу все. Приготовила. Так, и еще мелкая скорлупа яичная была добавлена. Это кальций. Она прям как мука. Так, вот эти вот мы сейчас обрежем все. Вот так, больнюшечки. Чтобы... И еще, когда вы покупаете саженцы, старайтесь отделить от тех саженцев, которые у вас находятся в квартире. Цветы или домашние томаты, домашние перцы, комнатного выращивания. Не сразу ставьте в одну комнату в квартире, где располагаются у вас вот комнатные саженцы. Это могут томаты быть. У меня, например, земляника есть. Я выкопала с огорода. Я показывала видео предыдущие свои. У меня барон селемахер. Я выкопала у меня в горшках. Уже принялись они. Но вот видите, я все сделала. Так, вот это еще получше посмотрю. Да, вот эти вот так. Обрежем. Нам не нужны никакие болячки. Потому что все-таки были в транспортировке. Но мне интересно, чтобы, главный интерес, чтобы это была действительно земляника, какой мне необходима. Александрия. Ремонтантная. Еще без усы я. У нее нет усов. Она корнями размножается. Так же, как барон селемахер и золушка. Но урожайность выше, чем барон селемахер и золушка. За зиму они у меня размножатся. Я высушу их в грунт. И будет отлично все. Так, это я уберу вот сюда и на помойку. И с вами сейчас будем сажать. Они пришли вот в таком, в этом. Вот в пакетике. И еще вот такой пакетик был. В этом все пришло мне. Так, разворачиваю. Вот он мой грунт, который я приготовила здесь. Видите он какой. Здесь агроперлит, вермикулит, детаамит. Я уже сказала, что я добавляла. И доломитовая мука. Примется потом, через каждые 10-15 дней подкормка. Их обязательно принимаются в течение полторы-две недели. А так как там у меня 4 штучки, 3 штучки даже с землей, то они примутся быстро. А вот те, там один, который, ну, немножко переболеет. Ну, ничего страшного. Почему вот такой 5-литровый? Потому что нужно, им будет витамины больше будет. И я хочу, чтобы у меня земляника была покрупнее, чем в мелких горшках. Там, видите, у меня все там одно. Вот так. Агроперлит. Сейчас. Вот так. Немножко. Еще подсыпем. Теперь я буду сюда их вставить и засыпать. Итак. Вот так поставим сюда. Один штучку. Одну штучку. И другую вот так. Извините, задел камеру. Вот таком. Два штучки. Штучки в таком порядке будут у меня посажены. И присыпаны. Осторожнее. И самое главное, мы не должны середочку засыпать. Если вы засыпите середку вот здесь, то они будут вообще не примутся у вас. И будут болеть. Ни в коем случае. Середочка должна быть наверху. Они подрастут. И мы подсыпем земли еще. Вот так высаживаем. Мы землянику безусую, ремонтантную. Сейчас еще побрызгаю. Вот и пролью водой. Здесь еще водичкой. Также обязательно брызгалочку возьмем. Вот так. Мне говорят, неужели тебе не надоело? И ты, говорит, все лето возилась. И сейчас опять начинаешь. Я говорю, ну я готовлю к лету. Они размножатся. Я посажу и узнаю. Действительно, такие они хорошие. Что урожайность хорошая, крупная. И очень вкусная. Вот и все. Прижмем немножечко. Вот так. И здесь прижмем. И водичкой сейчас мы прольем. И если у вас есть фитолампы, белые лампы, подсветка, то, конечно, желательно, когда они примутся, уже нужно подсветку делать. Ну, так как у меня есть подсветка, и для роста синий цвет могу сделать им. И после, когда уже появится цветение, другой цвет. И так же могу еще и белый сделать, который им необходим. Итак, проливаем мы водой. Аккуратненько. Земляника очень любит влагу. Грунт не должен пересыхать. Во время уже плодоношения. И когда они растут. Воздух должен быть влажным. Тогда они все будет хорошо. С рассадой быстро примется. Поэтому я, когда уже те предыдущие сажала, я под горшки ставила побольше емкость и поливаю не сверху, это сейчас я сверху, а наливаю. Например, вот она емкость, да. Я наливаю сюда, в эту емкость. И идет у меня полив снизу вверх. Это самое главное. И плюс еще это, да, любые горшки. Я не смотрю там старые, но они какие-то плохенькие. Промыла их. Самое главное, чтобы вода, воду держал. И при помощи того, что здесь вода, влага необходимая для роста. Не будет такая сухота, которая сейчас, в зимний период, наблюдается в наших хорошо отапливанных помещениях. Это самое главное. Вот так. Ну а тут я сейчас подстелю. У меня есть полотенце. Такое специальное, вот которое я туда грунт. И я подстелю. Влагу будет держать. Ее даже через это, так же, как укрывной материал, через нее можно будет, через это полотенце синтетическое, можно будет проливать воду. Она пропускает. Но вот именно сердцевина, чтобы была на виду. Не за... в земле, чтобы не была. Вот она она. Тогда все примется. Это самое главное. Ну вот и все. Спасибо вам за то, что вы посещаете мой канал. А я с вами, Марина. А я буду еще вторые два сажать. Если хотите, сейчас покажу, как я сделаю. Вот так пока. Чтобы листочки... Вот так я их здесь... Вот видите. Вот так. И еще раз повторяю, что ни в коем случае не сразу не отправляйте к тем растениям, которые у вас на подоконнике, которые стоят уже у вас продолжительное время, сразу купленные саженцы или цветы к другим. Потому что вы же не знаете, где они были. Может, они заболели. Может, у них какие-то насекомые эти летающие могут быть. Поэтому они должны на карантине быть. Трипсы эти все. Потом будете мучиться выводить. Зачем? Когда можно аккуратненько пока поставить на их, на карантин в другую комнату. И все. Ну, вот и все. Пока-пока. Желаю всем здоровья. Буду проливать до конца. Вот видите, проливаю, как все хорошо. Все отлично. Но сами цветочки, я уже захотела видео закончить. Закончить свою. Листочки мне уже не взяли. В земле. Потому что они еще маленькие. Им надо... Они кверху на свет будут тянуться. И будут чистенькими. Все. Пока-пока. Желаю всем здоровья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok